итак дорогие друзья все собираемся начинаем третий урок по книге мишли рф шаббат сегодня скоро шаббат так что подходим к вопросу серьезно собрано а вот как видеть время нажимаем и видим сколько идет урок что мы там 15 минут уложились и так дорогие друзья все кто в эфире кто в эфире никого отлично там есть туда в эфире но не сразу тоже никого что ж такое не готовы привыкли что мы опаздываем и тоже опаздывает хорошо значит мы будем цвета нам только изучать великую мудро царя соломона и кто с нами ну-ка напишите присоединился кто с нами присоединился то настойчивый рафаэль вольпер шалом рафаэль хайфа из кайфы да когда у вас кайфе снегом засыпало наверное да холода холода дожди да все рэп рафаэль нас смотрит мы начинаем продолжаем изучать между так собачало и так мы остановились на чем что даже ха ха который изучает мишли притчи царя соломона даже мудрец у которого уже в голове есть целый склад мудрости даже такой человек он юсиф леках он добавит себе какие-то уроки в этот склад мудрости добавит роте потому что с тем поведешься того и наберешься царь соломон мудрейший из людей это самый мудрый человек в мире и мы взаимодействуя с ним обязательно от него что-то возьмем неважно на каком уровне человек находится он что-то возьмет и навон тот кто сообразительный возьмет это мы уже изучали возьмет новые новые модели логики новые модели новые модели мышления при котором ты из одного куска реальности можешь сделать несколько новых и дальше дальше написано что с помощью изучения этой книги это вначале он дает как предисловие что ты получишь то есть это очень важно когда ты проводишь какую-то лекцию обучения ты должен начали сказать меня зовут так-то я знаю оттуда-то и с помощью сейчас моей лекции и ты даешь я это называю регламент своего будущего выступления регламент вы узнаете вы получите вы узнаете вы получите цель значит он говорит что продолжает объяснять что мы получим он говорит что вы еще научитесь ля вин машаль умы лица вы научитесь понимать пример и советы то есть тут интересно интересно что ля вин из примера мы всегда понимаем на что он был примером да то есть пример это упаковка а есть есть машаль есть ним шаль есть пример упаковка а есть а есть внутри суть которую этот пример объясняет то есть пример понятным языком объясняет нам внутреннюю суть которая без примера была бы непонятно то есть теория всегда можно понять эту примеру например ну да я сейчас приведу пример например например есть история известна как веленский гаон он приглашал часто магида из дубна был такой магида из дубна яков кранцева звали который именно он выступал по синагогам он был такой странствующий проповедник и он рассказывал истории целая книга истории магид медубна очень много разных историй самая моя любимая история такая вот характеризующего его метод объяснений он берет кусочек истории в талмуде есть кусочек такой где написано что когда бог когда римляне схватили 10 самых великих мудрецов израиля и решили их казнить и в общем там пропускаю пропускаю казнили казнят рабе ативу рабе атива был величайший мудрец который всю жизнь посвятил богу рисковал жизнью ради изучения торой и тут его казнят и ангелы спрашивают у бога это тора и эта награда за тору и в талмуде написано бог им отвечает молчите или я сейчас разрушу мир место непонятно многие комментаторы задают вопрос они задали вопрос нормально ангелы это тора эта награда за тору а бог вместо того чтобы им ответить и зачем нам в талмуде история которая безответная ну то есть талмуд нас должен научить чему-то они они оставить недоумение не усилить недоумение и тут вдруг ангелы задают нормальный вопрос это тора это награда за тору а богом говорит закройте рот молчите ли я разрушу мир непонятно яков кранц говорит это непонятно непонятно но сейчас вам станет понятно я вам сейчас приведу пример он говорит бог ответил и но чтобы понять что он им ответил я вам сейчас приведу пример и он запаковывает свой ответ в такой пример был царь этот царь он он нанял портного чтобы парта пошла ему золотой костюм и вот этот портной костюм из золотой ткани не золотой костюм, а костюм из золотой ткани. Значит, царь купил кусок золотой ткани и отдал портному. Портному пошил костюм. Выходит царь в костюме, выходит царь в костюме, и министры смотрят, и так, ну-ну, мол, ну-ну. Царь ему говорит, что ну-ну, что костюм не нравится. Не, костюм нравится, красивый, что может я не нравлюсь? Нет, царь, вышел, все отлично. А что ну-ну? Да ну-ну, вот как подумаем, сколько этот портной украл у вас золотой ткани, прям аж жить не хочется. Царь говорит, как он у нас украл ткани? А ну иди сюда, зовет этого портного, говорит, ты у меня что ли ткань украл? Портной говорит, вообще не крал. Я вам сейчас могу доказать в 3 секунды. Значит, царь говорит, как? Он говорит, снимайте костюм, его надо сейчас распороть. Полностью распороть. Царь говорит, как костюм полностью распороть? Он говорит, это как раз я вам докажу и покажу, что я у вас ничего не украл. И он говорит, когда мы распорим костюм на кусочки, то мы сложим эту ткань, сложим эту ткань, эти кусочки в единое полотно, и вы увидите, что я использовал всю ткань на костюм. Только для того, чтобы вам доказать, что все нормально, мне придется распороть костюм. Это пример, он говорит. А на что этот пример, чему он нас учит? Что Бог ответил ангелам. Он говорит, вы думаете, что Тор, вы задаете вопрос, вот его сейчас казнят, но вы не видите всю ситуацию. Давайте сейчас я разрушу мир, я вам полностью покажу, как все работает. И тогда вы увидите, что это Тора, это награда за Тору. Потому что сам же Раби Акива, когда его казнили, он говорил, я всю жизнь об этом мечтал. Раби Акива видел, видимо, всю ситуацию. Да. Значит, это был Машаль, про царя и про Портнова. А на что это был пример, надо объяснить вот эту вот мудрость Тора, которая была выражена в Талмуде. А что такое мы лица? Тут же написано, как у нас в пятом отрывке, в шестом отрывке. Мишли нас научит, притчи нас научат понимать примеры, понимать притчи, и понимать мы лица, понимать советы. Вот смотрите, что получается. Вот рассказывается пример. Это упаковка. Он нас учит мудрости, которая внутри. Немшаль на иврите, да? Машаль, Немшаль. Но сама-то история нас тоже чему-то учит. История про царя и Портнова, чему нас учит? Помимо объяснения того, что это мир был, ну, про место в Талмуде, сама история нас учит, как ведут себя министры, как ведут себя цари, как должен себя вести человек, который портной, который хочет доказать, что он работу сделал честно, и он должен вести весь учет, финансовый учет, ну и так далее. Как вести себя перед царем. Да, то есть есть здесь целый еще набор дополнительной мудрости. То есть если мудрец Торы или царь Соломон, который мудрейший из людей, что-то рассказывает, то даже, когда он рассказывает что-то, что объясняет что-то другое, но то, что он рассказывает, это тоже мудрость. И нас учит Мишлей понимать и Машали, и примеры, вот эти вот советы, и понимать слова мудрецов, слова мудрецов, выхидатам, и их загадки. Мудрецы, они говорят некими загадками, они говорят кодами. И чем больше у тебя накапливается знание Торы, тем больше тебе раскрывается каждое следующее слово мудрецов. То есть есть четыре уровня в понимании Торы. Есть простой смысл, пшат, есть ремес, намек, есть дружь, расшифровка, и есть сот, тайна. Дружь, вот эта расшифровка и тайна, это знают только мудрецы, как делать. Ремес, намек, это намек начинает понимать человек, у которого есть много пшата. То есть человек набирает простого смысла, набирает, 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 и ему, чем больше он набирает, тем сильнее ему открывается, открывается намек. Например, вот если я приду на показ мод, я сейчас перевожу Машаря, приду на показ мод, ну смотрю, ну какие-то дуры, манетенщицы ходят в каких-то там тряпках намотанных, какими-то перьями обмотанными, там какими-то стразами и какие-то фамилии непонятные, там Ландерфельд, Маккартни, там какие-то там. Но если человек, который миру моды посвятил 20 лет, для него каждая деталь перекликается с прошлой коллекцией, с позапрошлой коллекцией, тут Шанель, тут, то есть он видит, мы видим одну и ту же картинку, просто для меня эта картинка вообще ни о чем, а он видит в этой картинке дополнительный уровень, он видит его в контексте своих предыдущих знаний, а я вижу без контекста. И вот нас Мишли научат понимать именно не мир моды, а слова мудрецов, то есть потому что Мишли это как основные смысловые блоки, которые, как сказать, отражают всю Тору, то есть Мишли, она отражает всю Тору. И загадки мудрецов мы тоже научимся понимать, потому что мудрецы говорили не так, они были очень непростые люди, мудрецы, очень непростые люди. Теперь дальше, следующий посылок. И Шлома, царь Соломон дал нам вступление, интродакшн, да, такое вступление, для чего он нас, нам сейчас будет нас обучать, и начинает обучать. Все, первое, с чего он начинает, главное, да, зацепить внимание. И Раташем решит... Маленький вопрос, почему мудрецы говорят загадками, они не могут все объяснить? Они говорят загадками, мудрецы, почему они говорят загадками, потому что они мудрецы, потому что они... Ну, слушай, они мудрецы, они профессионалы мудрости, они говорят загадками... Это же не просто. А есть, смотри, есть здесь... Есть, ну там, мудрость, невероятные уровни мудрости, и они не хотели, чтобы эта мудрость, возможно, попала в руки тем, кому она не должна попасть. И они как бы закрыли некоторые вещи, они закрыли под ключами загадок, чтобы... Квест такой, чтобы там ты поучился, оп, тебе открылось один ящичек, второй, еще один этаж. То есть, значит... И начинает царь Соломон объяснять. Значит, это у нас какой пасуг седьмой? Вот и после этого не скажи, что семь вот случайно. Семь это семь, это счастливое число, семерочка. Седьмой пасуг, начало Мишли. По-настоящему, седьмой пасуг начинается мудрость и начинается с самого стержня мудрости. Это было все введение. Это было все введение. Теперь начинается мудрость, прям такой идет, вот, суть мудрости. Ират Ашем решит дат. Страх перед Богом решит дат. Начало решит, начало основа, начало основа познания. Значит, страх перед Богом. Вот, Юткей Вавкей, это непознаваемый. Мы читали в предыдущих недельных главах, что Бог обратился к Маше и говорит, я вот сейчас тебе открываюсь именем, вот этим Юткей Вавкей, это четырехбуквенно непроизносимое имя. Я даже, даже про отца, я это имя не давал. То есть, я им не открывался в этом имени. Я им открывался Бекель Шадай, а этим именем я им не открывался. То есть, это он открыл за Током Ашерабей, но и после исхода из Едипта мир узнал, еврейский народ узнал, мир узнал о том, что есть вот этот Юткей Вавкей, который за пределами структуры, за пределами мироздания, который создатель. И это полностью непостижимое разумом, в принципе, непостижимое Ашер, ну, Бог, да, непостижимое, его нельзя постигнуть. И как, если его нельзя постигнуть, как же в него верить, как же его слушаться, если он непостижим? Только через страх. И Ра Аташем трепет перед ним, страх перед ним, перед основой всего, от начала познания. То есть, тогда ты зацепился на правильную, краеугольную такую штучку, и она тебя выравнивает все твое познание мира. То есть, если ты не зацепился за Бога, то тогда твое познание мира, оно фрагментарно и хаотично, оно не синхронизировано. А зацепиться за Бога можно только через страх. Но потом можно этот страх запаковать в любовь. Но изначально, говорит Шлома Мелых, начало познания Ирак Ашеб. Страх перед Богом. Страх перед Богом основа познания. Почему? Потому что хохма у мусар эвелим базу. Хохма это божественная мудрость. То есть, вот от Бога, от непостижимого Бога идет его мудрость. Хохма. Хохма идет от Бога. И она через там систему вот этих сферов, ну, уровни, каскадные такие уровни, она все-все структурируется и приходит в слова Торы. Да, слова Тора это мудрость Бога. Это его мысль. Ну, грубо говоря. Так вот, вот эта хохма, она для человека непостижима. Она исходит не из этого мира. То есть, мы как бы воспринимаем мир снизу, отсюда, от логики, от уже структурированной реальности. А она идет из другой реальности. Я не могу своей реальностью постигнуть ту реальность. То есть, там источник, здесь следствие. И я не могу из следствия постигнуть источник. Так вот, хохма вот эта вот, которая идет оттуда, и мусар, то есть, к хохме прикрепляется, к божественной мудрости прикрепляется система управления материальным животным телом, да, о котором мы изучали раньше. То есть, система власти над инстинктами, система власти над эмоциями. Это все называется мусар. Так вот, вот эту вот хохму божественную и мусар, система управления. Эвелим базу. Эвелим это те люди, которые, слово ивель вообще переводится как, ну, грех. Эвелим это грешники. Но есть грешники двух типов. В Мишле используются два названия для грешников. Одно название для грешников используется ксилим. Это, это дураки больше, а эвелим это грешники больше. В чем разница? Эвелим это эвель, да? Нет, тут не, эвель это через эй пишется, эвелим здесь через алиф пишется. Вот сейчас Малвим объясняет этимолодию слова. Значит, этимолодия, слово есть, вначале не этимолодия, а понимание. Эвелим это те люди, которые отрицают божественную мудрость. То есть, это кофрим, они отрицают Бога, отрицают божественное знание, отрицают Тору. То есть, они в корне, они говорят, вот эта система убеждений, система взгляда на мир, мировоззрения, в которой есть Бог, Тора, законы, и так далее, я отрицаю саму эту идеологию. Это Ивэль называется. Откуда слово Ивэль? От слова Улай может быть. Потому что он действительно, это абстрактная система мировоззрения и восприятия себя. То есть, ты просто строишь модель мира у себя в голове, и Тора, Бог, это некая абстракция. То есть, ты не можешь пощупать, ты не можешь Тору пощупать, ты мысль вообще не можешь пощупать. Ты просто принимаешь эту систему. Ивэль, он говорит, Улай, может быть, может да, может нет, может так, может не так. И это сафек сомнения. Это дематрия амалек. Амалек это сомнение. Это самый главный враг веры в Бога, самый главный враг вообще в жизни человека. То есть, это пожиратель энергии, это пожиратель времени. И вот Эвелим, если у них нет страха перед Богом, который говорит, а я все равно, да, может быть, но я боюсь Бога, зачем мне рисковать? Так, Эвелим, вот эти вот грешники, они презирают, Базу пренебрегают и Торой, и Мусаром. Теперь Кселим, Кселим это другой сорт грешников. Кселим это люди, которые говорят, да знаю я, что есть Бог, да знаю я, что есть Тора, я верю в это, но я животное, я не могу, ну реально я не могу, вот я просто, ну не могу я сейчас. То есть, это люди, которые верят в Бога, и у них идет вот эта постоянно внутренняя борьба со своими вожделениями. Но в момент, когда он говорит, я грешу, мне так неудобно, Господи, пожалуйста, дай мне силы там не курить, ну то есть, не грешить, Бог говорит, хорошо, то есть, отлично, значит, мы с тобой разберемся, все будет хорошо, то есть, Бог таких людей любит. Но, когда он говорит, я не могу справиться со своими вожделениями, а вообще это не вожделение, это нормально, это нормально, а то, что мне запрещает это делать, это ненормально, нету никакого Бога, и он начинает служить другим Богам, то есть, он переходит на другую систему мировоззрения, вот это все капец, это он стал Ивель, и такие сотрутся, то есть, написано, грешники обычные, они умирают, но они имеют вечную жизнь, дальше мы будем учить, вот эти Эвелим, они полностью теряются, из этого мира, из мира грядущего, все, поэтому, еще раз давайте, на этом мы остановимся, идем на шаббат, Ират Ашем, страх перед Богом, решит хохма, решит, да, начало познания, то есть, познание мира нужно строить на этом свежее, решит хохма тоже, где-то написано, там да, хохма у мусар, хохма у мусар, Эвелим Базу, вот эти грешники, сомневающиеся, они пренебрегают, хохмой мусаром, но мы не такие, мы не такие, мы сейчас идем готовиться к шаббату, соблюдать шаббат, делимся своими знаниями, прямо заходим на портал ВАИКРА, подписываемся, помогаем авторам, читаем материалы, делимся материалами, деньгами можно поддерживать портал ВАИКРА, то есть, с Божьей помощью, значит, действуем, сегодня, кстати, очень для меня радостный день, сегодня выходит из типографии книжка, уроки по Каэлиту, вот так были уроки, потом эти уроки мы записали, обработали, и уже выходит сегодня книжка, Безрат Ашем, книжка называется «В этом весь человек», это первая моя религиозная книжка, и с Божьей помощью, чтобы она принесла много пользы людям, так что уже скоро можно будет ее заказать, все деньги от книги идут на развитие портала ВАИКРА, поэтому можно ее покупать из денег сдать, потому что вы купили книжку, у вас и книжечка есть, и деньги все пошли на развитие Торы, на распространение Торы, поэтому очень выгодная покупка, все, то есть вы и книжку имеете, и деньги дали на хорошее дело, все, удачи, успехов, шаббат шалом, все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok